Приветствую вас, меня зовут Ирина, и сегодня действительно очень интересное, важное и полезное видео о 21 способе или секретике, или фишке применения тканевых масок. Потому что одной и той же маской вы можете получить как антиэффект и наоборот преждевременное старение. И эта же маска у вас может работать не только на 100%, но еще и повышать, усиливать все предыдущие ваши продукты, которыми вы пользовались. Сегодня подробненько мы разберем, я записала всю тетрадочку. Вы понимали, у меня очень-очень много тканевых масок, все их я набрала в Японии, чтобы попробовать, чтобы ощутить эффект. Это не все маски, уже большую часть масок я использовала, попробовала, часть я подарила, потому что мне важно было понять, как они работают, какой эффект от какой маски можно получить, потому что есть маски разглаживающие, питательные, увлажняющие. И есть фишки их применения. И я в предыдущих видео говорила, что моя любовь с первого взгляда была тканевая маска Novage. И я ее до сих пор применяю в соотношении, что одна тканевая маска Novage, одна японская. Одна тканевая маска Novage, одна японская. Почему? Потому что бюджетные маски до 200 рублей, примерно 100 рублей, которые я купила в Японии, есть еще такие по 6 масок в одном, но это просто легкий увлажняющий эффект. Ничего такого сверхъестественного, в таком вау-вау я не получила, хорошее увлажнение. Но это тоже важно. Не буду рассказывать подробно о том, какие маски, какой эффект там увлажнение дает, разглаживание и так далее. Также рейтинг моих масок. Мы сейчас поговорим о фишках для того, чтобы любую маску, которую тканью вы использовали, вы увеличили в несколько раз ее эффективность. И наоборот, не делали преждевременное старение, потому что по опросам, используя тканевые маски, наоборот, вредят своей коже. Давайте в этом подробно разбираться. Кто со мной не знаком, мне 38 лет, я не сторонник ходить и делать различные уколы красоты. Я считаю, что при помощи тщательного ухода, правильного ухода за кожей лица, а также фейс-фитнеса, можно сократить или минимизировать, или отложить дорогостоящие уколчики красоты, какие-то процедуры. Да, там вы можете пойти, сделать, получить быстрый эффект, но мне важно все-таки разобраться, как правильно ухаживать за своим лицом, также максимально извлечь пользу из косметических средств. Я рекомендую это видео обязательно досмотреть до конца, либо перемотать в конец, потому что там будет первый, самый главный секрет и фишка. Фишка номер один. Перед применением маски вы обязательно берете любое ваше очищающее средство и очищаете кожу. Вам важно подготовить. Во-вторых, после очищения вы делаете маску, скатку, скрабирование. Вам нужно почистить слой, то есть либо пилинг, либо кислотный пилинг, либо вот такую масочку, которая почистит ваши поры, уберет мертвые клетки, потому что тканевой маской вам нужно питать новые клетки, новую кожу, а не старые, тем самым выбрасывая деньги на ветер. В-третьих, после маски скраба обязательно рекомендую протереть лицо тоником, увлажнить его, и самое главное убрать остатки очищающего средства. Следующий этап – это эссенция. Да-да, эссенция под маску. Вы нанесли ее, она такая густая, и это не тоник, делает максимальный эффект. И эссенция увеличивает свое действие минимум в два раза, то есть вместе с компонентами маски она поможет увлажнить, усилить эффект. В-пятых, это использование вашей любимой сыворотки. Если хотите, чтобы она 100% впиталась, использование вашей любимой сыворотки. Да-да, сыворотки под маску, потому что под воздействием мембраны позволит ей 100% впитаться в вашу кожу. Попробуйте эту фишку, и вы увидите, как ваша маска, как ваша сыворотка совершенно по-другому начала играть, трансформироваться, и вы получаете совершенно другой эффект. Обязательно читайте, что написано на упаковке. Есть тканевые маски, которые не смываются, а есть тканевые маски, которые смываются. И если на русском языке там понятно, что вы делаете, но вот от этой маски я получила такой эффект, что просто это с ретинолом, с коллагеном, тканевая маска. Не знаю, что здесь написано, я не могу прочитать. Мне настолько сильно пекло кожу, что просто ее раздирало, раздирало это. Через час, через два я чувствую что-то не то, все остальные маски я не смывала. Вот здесь важно понимать, что смываемая либо не смываемая. Это не смываемая маска, а это, скорее всего, смываемая. К сожалению, я не могу по-японски это прочитать. Седьмых. Обязательно смотрите, сколько нужно времени держать эту маску. И рекомендую даже поставить таймер. Ну, а если, например, здесь вы не понимаете, сколько ее нужно держать, то есть вы не можете по-корейски, китайски, японски читать, то смотрите, как только вы чувствуете, что края масочки начинают подсыхать, тут же, тут же ее убирайте. Почему? Почему это важно строго-строго соблюдать время? Потому что структура маски делает так. Сначала она вам отдает, и ваша кожа, как губка, все впитывает, впитывает, впитывает. А потом, как только она начала подсыхать, она начинает вашу влагу из вашей кожи забирать обратно. Делая, прежде всего, преждевременное старение. Ни в коем случае, никогда, никогда, никогда не ложитесь спать с тканевой маской. Если вы так сделаете, то утром вы получите такой обратный эффект. Написала женщина, тканевая маска на Вэйдж, она мне не понравилась, она мне не получилась, она наоборот вызвала мне такую сухость, что я прям побежала с летом пользоваться кремом, мне нужен был крем. И да, и да, 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 вот вы и получили. То есть, если вы испытали сухость, то передержали, подумали, что это максимальный эффект, вот и вы и получили, что просто ваша ткань обратно забрала, начала забирать вашу влагу из вашей кожи. Никогда, никогда не использовать эту тканевую маску повторно. То есть, не надо делать так. Ой, давайте я положу эту тканевую масочку, а завтра она у меня останется, и я ее нанесу. Вы только подумайте, когда вы сделали парниковый эффект, там образовались ваши бактерии. Как вы думаете, за 24 часа что произойдет? Да они перемножатся, эти бактерии. И просто вот эти бактерии на следующий день вы нанесете на лицо. И что вы получите? Преждевременное старение. Что вы можете сделать? Следующая фишка. Если вы прям уж так захотели получить еще эффект, и вы видите, что там осталось много жидкости, а там реально осталось много жидкости, вы можете как-то пометить, что этой стороной у вас была маска нанесена. Что вы делаете? Вы намочили, перевернули, и уже перевернутой стороной вы можете еще держать маску там 10 до 15 минут. Когда у вас нанесена маска, и вы чувствуете, что она начала подсыхать, вы достаете эссенцию и начинаете наносить масочку поверхность кожи. Следующая фишка. Оставшуюся маску вы можете использовать либо днем, либо вечером на следующее применение, как эссенцию, как сыворотку под крем. Следующая фишка, особенно касается девочек после 28-30 и далее, это обязательно, когда вы достаете всю жидкость из упаковки и наносите на шею, потому что шея гораздо тоньше, чем ваше лицо, и она нуждается еще в большем увлажнении, чем кожа на лице. Также смотрите мое предыдущее видео, где я рассказывала о новой разглаживающей маске на ВИЧ, она мне безумно понравилась. И здесь ткань нового поколения Тенцел, это нанотехнологии, и я такую ткань не встречала еще ни в одной маске. Да, что-то подобное где-то было, но такого плотного прилегания, особенно к шее. А как это получается? После того, как вы нанесли тканевую маску и там осталась еще жидкость, вы ее прикладываете к шее и потом вот работаете на эту область. Такого плотного она просто приклеить. Такое ощущение, что там как магнитики, шея к магнитикам, она вот реально прилегает. Это очень-очень крутая масочка. И вы знаете, качество масок еще зависит от того, какая ткань, чем плотнее ткань. Вот смотрите, она с ворсинками, не просто какая-то как салфеточка, пергамент, а вот реально, не, не хочу открывать другие масочки, чтобы не попадали там бактерии. Маску нужно запечатывать любимым вашим дневным, ночным кремом. Главное ее запечатать. И тогда ваша маска может действовать еще минимум 8 часов под кремом. И да-да-да, это нормально, когда вы маску, особенно которой содержатся стволовые клетки растения, какой-то ретинол, активные компоненты, она продолжает пощипывать, покалывать, какой-то дискомфорт. Вы должны посмотреть, у вас не будет ни в коем случае аллергии, но вот вы будете чувствовать такой, чуть-чуть печет, либо перчик. Это нормальное ощущение. Ваша маска под кремом продолжает работать. Она омолаживает ваши клеточки, она работает с глубинными слоями вашей кожи. Маску классно использовать, когда вы применяете горячую ванну, когда ваши поры максимально открываются, и тут идет стопроцентное впитывание. Побалуйте вашу кожу самомассажем, когда после несения маски вы почувствуете, что жидкость еще осталась. Сделайте легкий поглаживающий массаж. Обязательно шею подтяните вот так вот вашу шею, кожу. И обязательно вот так. И обязательно после того, как вы проводите все линии вниз, обязательно делайте вот так на выдохе. Это одна из фишек фейс-фитнеса. Пальчики, пальчики, похлопающие движения, пощипали, бровки. Но я не буду делать. Так вы запускаете дополнительные процессы кровообращения, регенерации, и ваша кожа остается дольше молодой. Следующих маски у нас бывают разные. И что мне нравится в европейских масках, как, например, на Вэйдж, вот эта вот линия большая. В японских масках, в китайских, вот линия маленькая, предназначена совершенно для другого лица. Да, и структура у всех разная. Сделайте разрезы, посмотрите, чтобы маска делала максимальное прилегание. Здесь мне не требовалось ничего. А вот в тканевых масках японских, вот что-то вот прям хотелось прям поднять линию, потому что у меня здесь морщинки, мне нужно увлажнить мою кожу, потому что вот здесь она оставалась сухая. 19. Когда, сколько использовать можно маски? Что эту маску держать надо 5-10 минут. И когда, сколько использовать? Есть специальные бренды, которые позиционируют маски как 365. Это означает, что каждый день вы используете тканевую маску. Неважно, утром, вечером, в любое время. Только не засыпать, как мы уже говорили. Да, и, например, эта маска 132% чего-то ап, подтягивание, увлажнение. Я еще ее не пробовала. И здесь много их. А, и вот здесь, видите, серия 365. Это вот такое легкое увлажнение, увлажняющее. Вот эти же наши маски, это больше идут, в январе выйдут масочки, кроме вот такой разглаживающей, еще будет укрепляющая и питательная маска. Вот если вы видите, что где есть стволовые клетки растений, коллаген, что такое сильные формулы, то да, такие маски вы можете применять не чаще, чем 2-3 раза в неделю. Почему не чаще? Да ничего с вашей кожей не случится. Но просто действие таких продуктов, оно более эффективное, более накопительное идет, чем просто увлажняющие маски. Поэтому... Ну, либо просто чередуйте увлажняющую масочку, более сильную, более активную с компонентами. По-моему, 20. Любую тканевую маску, которую вы только попробовали и собираетесь протестировать, покупайте как минимум 2 упаковки для того, чтобы получить эффект, понять, как маска работает. И лучше всего, самое эффективное, когда вы делаете ее на следующий день. Это очень важно. Не просто мы в целом сейчас говорили, когда применять маски, а так вы просто получите двойной эффект, как накопительный эффект. И вы действительно поймете, как конкретная маска работает. И рекомендую записать, какой эффект, какое ощущение вы получили именно от этой маски. Потому что, как вы знаете, сейчас рынок масок бомбически разнообразен. Одну и ту же маску можно использовать как минимум тремя способами. Первое – это просто достали маску, это комнатная температура. Во-вторых, если вы проснулись и чувствуете, что у вас отек, что нужно быстро спасать свое положение, то вы кладете маску либо в холодильник, либо в морозилку, чтобы максимально ее охладить. И вы получаете совершенно другой эффект, и реально очень быстро уходят отеки. Я на себе пробовала, я была в шоке, что той же самой маской я получила просто бомбический эффект. И мои отеки куда-то сразу ушли. Это очень круто. И эффект номер три – когда вы эту ту же самую масочку положили, опустили, полили на нее кипяточком. Горячая вода, маска ваша нагрелась. Вы ее накладываете на кожу, тем самым горячие ваши поры открываются. И желательно еще взять, может быть, горячее полотенце, и вы можете поверх этой маски положить компрессом. Тогда вы получите совершенно другой эффект, поры раскроются и другое. То есть вы можете одной и той же маской сделать три эффекта. Тоже рекомендую записывать ваши ощущения, насколько одна и та же маска работает совершенно по-разному. И последний – это самая главная фишка, самый последний секрет, который я вместе с вами хочу попробовать испытать и запишу на этом отдельное видео. Это семидневный курс из тканевых масок. Семидневный, когда каждый день вы делаете разную маску. И очень круто, что в компании как раз-таки будут три разных маски разноклановые. То есть именно, да, тканевую вычередуете раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это дает бомбический буст эффект, как будто вы сделали там какие-то космические, косметические процедуры. И что самое важное, после того, как вы сделали вот этот накопительный буст эффект, В последующем вы периодически хотя бы раз в недельку применяете такую масочку, и это делается бомбический эффект. И также в следующий раз, когда у вас какое-то важное мероприятие, отпуск, вы также делаете семидневный курс масок и потом только поддерживающий эффект. Для того, чтобы сэкономить, я вам предлагаю оформить скидку вип-клиента 20% Арифлейн. В инфобоксе будет подробнее о компонентном составе тканевых масок на ВИЛИДЖ от Арифлейн. Вип-скидка, что дает минимум 20%, что дает вам скидка. То есть по факту четыре маски берете, пятая вам идет в подарок. Будьте красивы, будьте счастливы. Успехов вам. Пока-пока.